У меня уже здесь расставлены ловушки на креветок. Так, идем дальше. По списку. А ну-ка, посмотрим. Две минуты назад я поставил ловушку на креветок. А ни хрена не ма. Пускай плавает дальше. Посмотрим другую. Что другая ловушка скажет. Здесь тоже ни хрена не ма. Так, ловим креветок. Так, показываю, как ловить креветок. Сачок необходим с длинной мотнёй. Мотня, вот эта штука называется. Что делаем? Придерживаем мотню, ищем какой-то камень, какую-то хрень, где обычно сидят креветки. Раз. Вот, мы видим, вот она сидит, креветка. Опускаем её мотню, ловим дальше. Вот, есть креветки. Есть. Опускаем мотню, и продолжаем. Водоросли, соответственно, убираем. Всё скидываем вниз. Так, и так продолжается очень долго, пока не ловим креветок. Есть ещё один способ плавали креветок в камышах. Сейчас мы этим и займёмся. В камышах зачастую часто бывает очень много креветок. Здесь на камнях тоже бывает неплохо креветок, но сейчас их немного. Так что здесь именно пройдёмся. Здесь ерундово, но всё равно какой-то результат есть. Здесь стоят мега ловушки из этого самого. Из зонорезки и проволоки. Ах, собаки. Мега принада. Ну, попробуем сейчас поймать креветку в камышах. Сейчас пройдём этот участок. Чуток есть, но совсем малость. Может ещё и не сезон, конечно. Только май месяц. Поклевать креветок, я думаю, можно будет наловить. Ну, я по-любому наловлю. Слава богу, речка тихая. Погода хорошая. Солнце светит не сильно ярко. В общем, удача, отдых. Всё супер. Здесь по одной креветке. О, здесь нормально уже. Более-менее креветок. Идём дальше. Отдыхаем активным отдыхом, ловим креветок. Что может быть лучше. Вот они, креветки. Вот они, красавицы. Я ещё не видел видео там, где ловят креветок. В прибрежной зоне, а тем более в камышах. Скоро переберёмся в камыши. Вот креветки. Вот они. Хотя это уже считается браконьерство, если ты ходишь сачком и ловишь креветок. Но я считаю, это уже идиотизм. То, что это приравняли к браконьерству. То, что продают мешками на рынке. А когда ты зашёл, сам себя поймал именно в карелочу креветок. Это, я считаю, ты имеешь право это сделать. Но, в итоге, по закону я браконьер. Так, идём к камышам. Посмотрим, что скажут нам камыши. На камнях немного. Ну вот, примерно. Десятка, два, три. Я думаю, навряд ли кто-то это видео досмотрит до конца. Потому что оно будет очень долгим. Потому что креветок я ловить буду долго. Потому что их мало. На мне резиновый костюм, а костюм химзащиты. Резиновая ткань. Которая протекает, но всё равно оно теплее, чем ходить по воде долго. Так, что мы обнаружили? Обнаружили мы скат. Поищем здесь креветок. Оп. А ни хрена здесь нету. Нету здесь креветок. Идём дальше. Всё-таки креветки немножко поглублю. В камышах они должны быть. Сейчас мы этих мега креветок будем ловить. Что самое интересное в камышах? Дно утыкано маленькими камышами, старыми, древними. И очень плохо ходить здесь. Так что здесь надо передвигаться очень аккуратно. Чтобы не спотыкнуться, не упасть. Ну, как бы не повредить себе ни ноги, ни всё остальное. Идти здесь крайне неудобно. Сейчас попробуем в начале камыша. Ну, как обычно, в начале камыша ничего нету. Но сейчас может быть. Дам пару креветочек. Одна нормальная, другая мелкая. Как я ожидал, немного. Идём дальше. К другому кусту камыша. Заходим отсюда. И снизу вверх поднимаем. Тоже одна креветка. Не фонтан. Заходим в передней части камыша. Проходим. Оп. Тоже немного, пару креветок. Я потом в конце видео покажу, какой там был улов. Ну, в данный момент я знаю, что креветок вообще никто не ловит, кроме меня, на расстоянии трёх километров. И навряд ли кто-то будет ловить, потому что все уверены.